Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 января и сегодня у меня будет первый посев перцев. Перцы буду сеять для выращивания в теплице. Но перед тем, как сеять перцы, я хочу несколько тем обсудить с вами. И те, кто будет сеять вместе со мной или после меня, возможно, обратят на это внимание. И это позволит им избежать каких-то просчетов, ошибок. Вот первая тема, нужно ли обязательно замачивать семена перед посевом. Я говорю сейчас про семена перца. Потом, какие перцы выбрать в первую очередь для посева. И третье, пикировать или нет перец, потому что решить это нужно сейчас. От того, как вы решите выращивать с последующей пикировкой или нет, будет зависеть схема посадки. Все эти три темы я разбила на разные видео, потому что это совершенно разные. Кому-то нужно про замачивание, кому-то нет, про пикировку также. Вот это видео будет о том, нужно ли замачивать, обязательно ли замачивать семена перца перед посевом. Я сейчас вам расскажу. Все это основано, все рассказано о своем опыте. В прошлом году я купила очень много сортов 5 или 6 дорогих пачек перцев, которые по 50, по 60 рублей. Вот этот серий какой-то русский великан, еще что-то там русский размер. Ну, короче, очень красивые этикеточки. Думаю, разведу. Но так как я всегда знаю, что свои семена перца у меня всходят хорошо. Ну, по опыту прошлых лет. Горький опыт же мы нарабатываем. А магазины, они всходят долго, они иногда бывают пересушеными. Но долго-долго-долго, до 25 дней может сидеть перец, если не замоченный его и не проклюнутый. И я решила все-таки в прошлом году намочить вот эти дорогие, которые все-таки жалко их, до наклевывания, чтобы помочь им. Чтобы потом посадить, и он моментально сразу. Замочила я их. Я их протравила в фитоспорине, обработала. Ну, все-таки чужие пришли семена. Замочила их в эпине и ждала. Я даже сняла в прошлом году видеоролик, плачевный результат замачивания. У каждого этого перца из пачки проклюнулось по одному, по два семечка. И то ростки какие-то. Вот бывает росток видно, он сразу такой толстый, сильный. А это высунулся кончик. И какой-то он тоненький, тоненький, темненький. Ну, я, короче, все равно все посадила. Посеяла я и проклюнувшиеся, и не проклюнувшиеся. Но те, которые проклюнувшиеся, взошли слабенько так. Те, которые не проклюнувшиеся, не взошли вообще. И вывод из этого я сделала, что семена магазинные, которые мы покупаем в магазине, нужно обязательно замачивать. И если они дорогие, лучше замачивать до проклевывания, чтобы мы точно знали, особенно в первых посевах, в ранних, чтобы мы точно знали, что из этой пачки у нас будет всего одно семечко жизнеспособное или два. Чтобы мы не смотрели с надеждой в течение двух-трех недель, а потом уже пересевать будет поздно. Я вот вывод сделала такой. Если бы я их не намочила до проклевывания, а посеяла, ну как, под каждую пачку я заняла бы рядок. Я пол лотка заняла бы, здесь бы посеяла свои. И вот эти пол лотка у меня в результате оказались бы пустые с проголызинами. Тут бы взошло одно, тут бы два. Один сорт вообще не проклюнулся, он бы вообще не взошел. И получилось бы, что я их ждала-ждала. Уже пересевать на эти места у меня не было бы возможности. Они бы потому, что взошли позже. Мои бы взошли, эти бы не взошли. И все, значит вывод. Те семена, на которые вы не надеетесь, в качестве которых вы не уверены, перца, лучше всего замачивать. И замачивать не просто в стимуляторе на 2-4 часа до набухания, а замачивать до наклевывания. Потому что замачивание же бывает разное. Мы можем замочить просто до набухания, ну чтобы ускорить прорастание в земле потом. А можем замочить до наклевывания, чтобы увидеть точный результат. Сколько семян у нас будет с этой пачки. Магазинные семена рекомендую прямо до наклевывания. Свои семена можете до набухания. Это просто для ускорения, чтобы меньше ждать всходы. В этом году я решила отказаться от магазинных, от чужих вообще. Потому что в том году это переживание. То они не наклевывают, то они не всходят. Взошли не скидывают шапочки. В этом году буду сеять только свои, только сухими. Не буду замачивать. Вот это еще один нюанс. Если вы сеете сухими, но даже свои семена, то нужно учитывать, что они... Они взойдут чуть позже. Значит, их сеять нужно дней на 7 или на 10 раньше. Все, до свидания. Вот это про наклевывания.